Перед отделкой все детали нужно тщательно отшлифовать. Поверхности должны быть ровными, гладкими и в то же время иметь некоторую шероховатость. На слишком гладкой левесине колерующие составы плохо удерживаются. Сейчас самое главное отшлифовать верхний ярус и цоколь. Здесь я снова использую барабанный шлифовальный станок Детерра. Цоколь и верхний ярус имеют высокую рельефность, поэтому я их шлифую на более мягком барабане. Лепестки очень хорошо проникают в профиль, при этом умеренно сглаживают острые углы. Цоколь и верхний ярус будут покрыты белым маслом, и их нужно более тщательно отшлифовать. В частности нужно удалить прижоги, которые остались после применения китайской фрезы. Шлифовальный станок Детерра довольно дорогой, но при этом очень эффективный. Так что здесь в любом случае придется выбирать. Либо пользоваться только хорошими дорогими фрезами, либо покупать дорогой станок для шлифовки. Ну и как не очень радужная альтернатива, это шлифовка вручную, что занимает очень много времени и сил. Наружная поверхность на цоколе уже предварительно прошлифована, а впадиной наждачная бумага вообще не касалась. Здесь остаются ступеньки между проходами фрезы и кольцевые царапины. В принципе, площадь здесь небольшая, и все можно отшлифовать вручную. Но раз уж у меня есть в арсенале станок, то лучше, конечно, воспользоваться им. Единственное место, куда лепестки не очень хорошо проникают, это внутренние углы у основания цоколя. Здесь остается примерно 2,5-3 сантиметра, которые придется дошлифовать вручную. Но в любом случае, это не то же самое, что шлифовать всю площадь. Продолжение следует...